Работа конференции началась с интерактивной выставки, на которой были представлены проекты, направленные на развитие инженерного мышления школьников, а также формирование интереса к современным видам проектирования, графическому и 3D-дизайну и робототехнике. После состоялось пленарное заседание, где обозначили основные направления, которым были посвящены доклады участников конференции. Реализация стим-подходов, подготовки педагогических кадров, вовлечение студентов и учащихся школ в инженерную деятельность и внедрение в образовательный процесс VR-технологий. Мероприятие подобное указанному очень важно, потому что всегда необходимо, чтобы различные предприятия, различные организации делились своими новыми современными методиками в области образования. Например, сегодня был еще очень интересный доклад о том, каким образом быстро вводить технологии виртуальной реальности и метавселенной как раз в образовательную деятельность. Достаточно много фактов узнала сегодня довольно интересных о том, что квантовый компьютер у нас разрабатывается еще с 90-х годов, оказывается, начало 2000-х. Это для меня было открытием. Такие конференции вообще позволяют узнать много чего того, что происходит вокруг, что нового, потому что мы все в школе варимся в своем соку и немножко обернуться и посмотреть, а куда мы движемся и куда надо вести наших детей. Это очень важно. Также в рамках конференции состоялась публичная лекция доктора юридических наук профессора кафедры уголовного права и процесса Казанского инновационного университета Игоря Бикеева, организованной Российским обществом знания. Спикер совместно со слушателями обсудили развитие российской науки в контексте формирования нового мирового порядка. Одним из центральных событий конференции стал практико-ориентированный мастер-класс для учителей, посвященный разработке 3D и VR-проектов на основе технологии Warwin. Мне хотелось бы выразить особую благодарность руководству Елабужского института, организаторам этой конференции за предоставленную возможность, за приглашение поучаствовать в таком замечательном мероприятии и пожелать вашему вузу процветания и развития. Я считаю, что такие мероприятия очень важны, потому что в рамках коммуникации между технологическими компаниями, такими как наша компания Warwin, и педагогами, и представителями системы образования образуется диалог, ну и мы можем рассказать то, что происходит в рамках реального рынка, какие потребности есть у бизнеса, какие потребности есть у обычных, например, пользователей, те, которые используют наш софт. Таким образом, ну, налаживается вот этот мостик между бизнесом и образованием, и, естественно, мы знакомим наших коллег с новейшим программным обеспечением, с новейшим оборудованием, которое, я надеюсь, в ближайшее время появится в рамках реализации различных образовательных программ. Всего в рамках основной рабочей программы конференции было организовано 6 тематических секций, где свои доклады смогли представить более 80 спикеров. Среди них были как ученые и специалисты в области педагогических кадров, так и практикующие учителя естественно-научных и технических дисциплин, а также студенты и учащиеся школ, занимающиеся разработкой собственных инженерных проектов. Эта конференция стала отличной площадкой не только для обмена опытом, но и обретения новых знакомств и связей для дальнейшего сотрудничества и объединения поколений. Кристина Текина, Медиа-центр Елабушкова, Института Казанского Федерального Университета, Универновости. Кристина Текина, Медиа-центр Елабушкова, Института Казанского Федерального Университета, Университета, Университета.